Андрей Иванович Лопыкин, руководитель Ивановской школы-музея Литас Клеа, награжден медалью имени Александра Ферсмана за заслуги в геологии. Эта почетная награда вручается за активную работу по подготовке и воспитанию кадров для геологической отрасли и популяризацию геологических знаний. Сам Александр Евгеньевич Ферсман, помимо того, что он является академиком, являлся академиком и известным геологом в нашей стране, он являлся и очень активным популяризатором геологии в стране. Известные, наверное, многие читали популярные геологии, популярные минералогии. И после того, как прочитали, наверное, дети или школьники эти книги, они выбрали профессию геолога. Получить такую награду Российского геологического общества можно только за большие заслуги. Такой медали до недавнего времени в Ивановской области был удостоен только один человек – Сергей Киселев. Это геолог, гидрогеолог, орденоносец за открытие, за разведку месторождения на северо-востоке, известного месторождения серебряного месторождения «Дукат». Он сейчас работает здесь, в Иваново. Ну и вот второй медалист у нас Андрей Иванович является. Андрей Лопыкин является основателем школы-музея «Литасклеа». На протяжении четырех последних лет в здании музея ведется ремонт, но воспитательная и просветительская работа не остановлены. Регулярно музей камня организует тематические выставки. Ребята под руководством Андрея Лопыкина совершают экспедиции и изучают геологию не только по учебникам, но и на практике. Возглавляет и создал этот клуб, клуб «Литасклеа». Вначале он назывался «Клеа» с 1986 года. Организовал общество любителей камня, которые сейчас очень активно в нем участвуют. Самые разные школьники и люди среднего и старшего возраста, которые посещают вот этот клуб ежемесячно практически. И Андрей Иванович является активным популяризатором вот этой геологии здесь у нас на нашей территории. Для Андрея Лопыкина столь высокая награда стала приятной неожиданностью. Педагог говорит, что на книгах Ферсмана он вырос. Именно благодаря этому ученому у него проснулся интерес к геологии, а главным результатом стал музей камня. Для меня еще тем более это важно, что помимо того, что я коллекционирую минералы, коллекционирую фасилии, я еще коллекционирую значки, знаки и медали по геологической тематике. А как раз такую раритетную медаль, как медаль имя Александра Евгеньевича Ферсмана за заслуги в геологии, вряд ли могла бы попасть в мою коллекцию, кроме как вот таким способом. Уже в этом году обновленный музей камня распахнет свои двери. Как только ремонт будет завершен, просветительская работа закипит здесь с удвоенной силой. Любовь Почерникова, Андрей Семеновков, РТВ Иваново.